Всем привет из солнечного Неаполя! Сегодня с вами я, Татьяна Блогер. И сегодня, как обещала, я снимаю площадь Гарибальди. И снимаю не просто так, потому что я иду сейчас с Чентр Дирекционале к нашему посольству, к украинскому, менять свой загранпаспорт. А вернее, не менять, а только сдать его на обмен. И вот походу вы сейчас можете увидеть, как на самом деле люди живут на улицах города Неаполя. Да-да, не удивляйтесь, это как раз жители свободного города, которые проживают здесь. Здесь же они и питаются, и моются, и кушают, в общем-то, живут на улице. Этот постер появился совершенно недавно. И, как сами видите, о самых известных людях Неаполя. В связи с пандемией и локдаунами наше посольство теперь принимает своих граждан только по предварительной записи онлайн. Как я записалась в эту очередь, я уже рассказала в одном из видео. И опять повторять, что я там в час ночи, в течение двух недель, пыталась записаться в эту очередь. Вы знаете, больше я не хочу. Сегодня есть у меня огромное желание прогулять вас вместе со мной по Неаполю и увидеть все своими глазами, воочию. Все подворотни, все улочки, закоулочки. Все, чем одаривает своих жителей этот город. Кстати, эта аптека работает круглосуточно и имеет самые низкие цены. Я стремительно приближаюсь к деловому центру Неаполя. Называется он Чентрадириционал, где и находится посольство Украины. Построен был он в 1995 году японским архитектором. И как-то не совсем он вписался в строение Неаполя. А другими словами, не прижился. И выглядит, скажем, очень пустынно по сравнению с живым Неаполем. Сами вы можете убедиться в этой груди стекла, в огромных высочанных зданиях и с полным отсутствием людей. Хотя я вам скажу, практически всегда здесь мало народу. А самое интересное, находится именно под землей этих строений, потому что здесь находится парковка очень пустынная, где именно и снимали сериал Камора. Вот как раз вход в это паркеджа. А я продолжаю свой путь в украинское посольство, где я без проблем по своей записи быстренько сдала все документы, сняли мой фотофейс. И очень быстро, в течение где-то 15 минут я освободилась и дальше пошла, поспешила по своим делам. Перемещаться по городу очень удобно линии метро 1. Многие так и поступают, доезжают до города, оставляют свою машину на парковке и дальше перемещаются по городу по линии метро. Сейчас мы видим самую главную остановку, которая называется Толедо. И она относится к разряду самых красивых метростанций вообще в Европе. И сейчас вы можете сами в этом наглядно убедиться. На просторах интернета я находила часто фотографии этой именно станции с надписью, что она находится в Германии, где-то в Испании. Но уверяю вас, ребята, она находится именно в Неаполе. Именно в Неаполе. Как вы, наверное, уже заметили, людей очень мало и в метро станции, и по улице перемещаются. Сейчас я выхожу на улицу Толедо и вы сами увидите, что от большого количества людей, которые обязательно проходят по городу, не осталось во времена локдауна и следа. Стоят полицейские машины, военные, но все практически магазины закрыты. Открыты только магазины детской одежды. Вот видите, можно купить эту обувь только онлайн. Бары и рестораны работают только на вынос. По улице Толедо мне не удалось найти никакой уличной еды, кроме как Макдональдс, который находится дальше. Вы увидите в галерее Умберто 1 и сделать съемку в Макдональдсе мне не разрешили. Хотя со мной мило побеседовали, меня обслужили. Конечно бы, как всегда, меня выручил испанский квартал. Если бы я повернула в эту улочку, я бы 100% нашла какую-нибудь уличную еду. Но сегодня мой маршрут прокладывается на площадь Муничипио, поэтому я выбрала именно Макдональдс, который находится в галерее Умберто 1. Центральный фуникулер, если вы подниметесь вверх на нем, то попадете на самую классную панораму города. И, конечно же, галерея Умберто 1 во всей своей красе. И хотя я обещала, что это видео будет только посвящено локдауну нашей отсидки на почти месяц, но я нашла в прошлогоднее видео и обязательно его вставила как напоминание о нашей классной жизни в Неаполе. Спасибо, что сегодня были со мной, за то, что смотрели меня, за то, что прошли со мной, прогулялись по, можно сказать, пустынному городу. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Ваши блогер из солнечного Неаполя Татьяна. Пока-пока.